В середине 90-х одна эпоха закончилась, вторая, по большому счёту, не началась. Рейтинг Ельцина составлял по разным оценкам от 2 до 4%. Даже мы уже второй такой срок не выдержим, как семья. Я искренне считал, что это историческая разбилка, и остановился. Выборы президента России. В них участвуют 10 кандидатов. Но всем понятно, что главных двое. Я когда увидел его, он объявил о своей кандидатуре. Он хрипел, он был простужен. Я уверен, что смогу провести страну сквозь смуту. Он в таком состоянии входит в предвыборную кампанию? А как он её проведёт? Это было связано в первую очередь с тяжелейшей усталостью от первого срока. Но, с другой стороны, мы все понимали, что если он не пойдёт на выборы, то победит Зюганов и будет перечёркнуто всё, что было сделано в первый срок президентства. Сколько стоило этой кампании? Сколько каждый должен был внести? Оставим эту историю. Нас заставили. Нам вывернули руки, заставили. Президенту противопоказаны такие нагрузки. Его сердце может не выдержать. Мы с ним и на шампанское переходили, и смесь шампанское с коньяком. Вот нет войны, всё. Запивал, лежал на боку. Как только война, его было не остановить. Идти на выборы с рейтингом 6% – абсолютное безумие и заведомо проигрышное дело. Но Борис Ельцин принимает решение дать главный бой своей жизни. Редактор субтитров А.Семкин